Книга пророка Исаии, глава шестьдесят третья. Кто это идет от едома, в червленых ризах от вассора? Столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как утоптавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем в год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, удивлялся, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. Я попрал народы во гневе моем и сокрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал, подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчились святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец Своих? Где тот, который вложил в сердце Его святого Духа Своего? Который вел Моисея за правую руку величественную мышцею Своею, разделил перед ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес, и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей, где ревность Твоя и могущество Твое, благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш, для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей, враги наши попрали святилище Твое. Мы сделали с такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Афонтистан Расск曜 Продолжение следует...